Клэр Макинтош. Заложница. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Посвящается Шейле Кроули. Что случилось? Я около аэропорта. Вижу. О, Господи! Подтвердите, пожалуйста, свое местоположение. Около аэропорта. Там самолет. Он перевернулся. Очень быстро падает. О, Господи! Господи! Экстренные службы уже выехали. Но они не успеют. Он разобьется. 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 Можете подтвердить, что вы на безопасном расстоянии? Абонент, у вас все нормально? Он разбился. Разбился в дребезги. Господи! Самолет горит! Пожарные команды прибудут менее, чем через минуту. Скорые тоже. С вами кто-нибудь еще есть? Самолет весь дымится. Он? Господи, может быть, что-то такое происходит? Господи, что-то взрывилось. Похоже на огромный оборуденный пар. Пожарные уже на месте. Я почти не вижу самолет. Только дым и пламя. Поздно. Слишком поздно. Оттуда никому живым не выбраться. Пролог. Не беги, иначе упадешь. Мимо парка. Вверх по склону. Жди зеленого человечка. Нет. Еще нет. Вот. Кот в окошке, как статуя. Только кончик хвоста чуть шевелится. Туда-сюда. Туда-сюда. Нужно перейти еще одну дорогу. Зеленого человечка нет. И регулировщицы тоже. А ведь должна быть. Смотрим вправо, влево. Нет. Еще нет. Ну. Не беги, иначе упадешь. Почтовый ящик. Потом фонарный столб. Автобусная остановка. Затем скамейка. Большая школа. Не моя. Пока не моя. Книжный магазин. Пустой магазин. Потом контора риэлтора, где продают дома. Теперь мясная лавка. Там в витрине висят перехваченные за шеи птицы. Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть, как на меня таращатся их глаза. Мертвые. Все мертвые. Часть первая. Глава первая. Восемь тридцать. Майна. Перестань, иначе упадешь. Шедший целую неделю снег спрессовался в налить, и подстерегающий каждый день опасности, по ночам припорашивает свежим снежком. Через каждые несколько метров мои ботинки едут дальше, чем туда, куда ступают ноги. И внутри у меня все замирает, когда я мысленно готовлюсь упасть. Мы движемся очень медленно, и я жалею, что не догадалась повезти Софию на санках. Она неохотно открывает глаза, медленно по-совинному поворачивая голову от магазинных витрин и утыкается лицом мне в рукав. Я сжимаю ее обтянутую перчаткой руку. София не выносит вида птиц, висящих в витрине мясной лавки, чьи яркие перья на шее жутковато контрастируют с безжизненными глазами, которые они в свое время оттеняли. Я тоже терпеть не могу смотреть на этих птиц. Адам говорит, что эта фобия перешла к Софии от меня, словно простуда или какое-то ненужное украшение. Тогда откуда она у девочки? Спросил он, когда я стала возражать. Адам вытянул вперед руки, повернувшись к невидимой толпе, будто отсутствие ответа лишь подтверждало его правоту. Только не от меня. Конечно, нет. У Адама нет слабостей. Саянс Берис произносит София, оглядываясь на магазины, когда мы отходим на безопасное расстояние от птиц. Она по-прежнему произносит это название как Фейнбвис, отчего у меня сладко щемит сердце. Именно эти мгновения я очень ценю, ради которых стоит жить. От ее дыхания в воздухе повисают крохотные облачка пары. Теперь обувной магазин, «А сейчас...» София растягивает слово, выжидая, когда наступит время. «Овощи, фрукты!» объявляет она, когда мы проходим мимо. «Овощи, фрукты!» «Господи, как же я ее люблю!» Этот ритуал начался еще летом. Тогда София буквально сгорала от нетерпения. Так ей хотелось пойти в школу. Вопросы сыпались градом. «Какая у нее будет учительница?» «Где они станут вешать куртки?» «Будет ли там пластырь, если она расцарапает коленку?» «И скажи мне еще раз, какой дорогой мы туда пойдем?» Я повторяла ей снова и снова. Вверх по склону, через дорогу, потом еще раз через дорогу, а затем на главную улицу, мимо автобусной остановки около средней школы, вдоль торговых рядов, где книжный магазин, контора риэлтора и мясная лавка, за угол к Сейнсберис, к обувному магазину, потом мимо магазина овощи и фрукты, полицейского участка, вверх по склону мимо церкви, и мы на месте. Софии нужно иметь терпение, и это дается Адаму с трудом. Ей надо все повторять снова и снова, убеждать, что ничего не изменилось и не изменится. Первого сентября мы вместе с Адамом провожали Софию в школу. Взяли девочку за руки, чуть раскачивая ее между нами, будто мы по-прежнему нормальная семья, и я обрадовалась появившемуся оправданию на вернувшемся у меня на глаза слезам. «Она побежит и сразу все забудет», сказала тетя Мо, увидев мое лицо, когда мы выходили из дома. «Вообще-то она не тетя, а миссис Уатт, слишком пафосна для соседки, которая готовит горячий шоколад и помнит все дни рождения». Я заставила себя улыбнуться. «Знаю. Глупо, да? Глупо хотеть, чтобы Адам жил с нами. Думать, будто этот день значил что-то еще, нежели игру в семью ради дочери». Мо нагнулась и ласково улыбнулась Софии. «Желаю тебе хорошего дня, лапочка. У меня платье кусается». Последовал недовольный ответ, который Мо пропустила мимо ушей. «Оно просто чудесное, милое». Мо выключает слуховой аппарат, чтобы сэкономить на батарейках. Когда я захожу к ней, приходится встать прямо на клумбе около окна гостиной и размахивать руками, пока она меня не заметит. «Надо было позвонить», всегда говорит она, словно я не давила кнопку звонка целых десять минут. «Что дальше?» спросила я Софию в тот первый школьный день, когда мы миновали овощной магазин. Нетерпение как бы перетекало из ее ладошки ко мне в пальцы. «Полицейский участок!» торжествующе воскликнула она. «Папин полицейский участок!» Адам работает не там, но для Софии это не имеет значения. Каждая увиденная нами полицейская машина «папина машина», а каждый полицейский в форме «папин друг». «Потом вверх по склону!» София все запомнила. На следующий день она добавила подробностей. Того, что я не видела или не заметила. Кота на подоконнике, телефонную будку, мусорный бак. Эти комментарии сделались частью ее повседневной жизни, столь же важными для Софии, как надевание школьной формы в должном порядке, сверху вниз. Или стояние в позе фламинго, при чистке зубов, с переменной ног синхронно, с переносом щетки с одной стороны рта на другую. В зависимости от настроения эти ритуалы или чаруют меня, или же от них хочется кричать. Вот вкратце то, что значит воспитывать ребенка. Учеба в школе ознаменовала окончание одной главы и начало другой. И мы приготовились к этому переходу, отправив в прошлом году Софию в детский сад на три дня в неделю. Остальное время она находилась со мной, с Адамом или с Катей. Застенчивой, красивой няней-иностранкой, приехавшей с соответствующим количеством багажа и полным незнанием английского. В среду днем она ходила на языковые курсы, а по выходным подрабатывала упаковщицей. Через полгода Катя объявила нас чудеснейшей в мире семьей и попросилась остаться еще на год. Я поинтересовалась, не в бойфренде ли тут дело, и вспыхнувшее румянцем лицо Кати подсказала, что я права. Хотя она уклонялась от ответа, кто именно ее кавалер. Я обрадовалась и одновременно испытала облегчение. Из-за наших с Адамом рабочих графиков мы не могли полагаться на детский сад в плане заботы и ухода за ребенком, к тому же позволить себе нанять няню, как делали многие мои коллеги. Я беспокоилась, не вызовет ли неудобств присутствия в доме постороннего человека, но Катя почти все время проводила у себя в комнате, общаясь по скайпу с оставшимися на родине друзьями. Она также предпочитала есть одна, несмотря на постоянные приглашения разделить с нами трапезу. И пришлась, кстати, как помощница по хозяйству, протирая полы или сортируя белье, до и после стирки, невзирая на мое уверение, что делать это вовсе не обязательно. Ты здесь для того, чтобы помогать присматривать за Софией и учить английский. Я не возражаю, отвечала Катя. Люблю помогать. Однажды я вернулась домой и обнаружила у нас на кровати несколько пар носков Адама с аккуратной штопкой на пятках, где у него всегда появляются дырки. Где ты этому научилась? Я умела лишь пришить пуговицу и подшить край одежды, хотя и непрочно, но штопка — это сфера деятельности настоящей хозяйки, а Кате еще и 25 лет не исполнилась. Она пожала плечами, словно это пустяк. Мама меня научила. Честное слово, не знаю, что бы мы без тебя делали. Я смогла взять на работе дополнительные смены, зная, что Катя проводит дочь в школу и обратно, а София просто обожала ее, что никоим образом не являлась некой данностью. Катя обладала терпением, чтобы бесконечно играть в прятки. София же с течением времени стала находить все более замысловатые укрытия. «Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата!» кричала Катя, тщательно проговаривая каждое новое выученное слово, прежде чем начинать красться по дому, выискивая спрятавшуюся Софию. «В ящике с обувью?» «Нет». «Может, за дверью в ванной?» «По-моему, это рискованно», заметила я, когда дочь сбежала вниз и торжествующе объявила мне, что Кате не удалось найти ее, свернувшуюся калачиком на полке в сушильном шкафу. «Не хочу, чтобы ты пряталась там, где можешь застрять». София бросила на меня сердитый взгляд, прежде чем убежать на матч-реванш с Катей. Я махнула рукой. Мой отец столь же часто упрекал нас с Адамом за то, что мы пылинки с дочерью сдуваем. Скорее я настоятельно просил его не вмешиваться в воспитание ребенка. «Она упадет», твердила я с замирающим сердцем, глядя на то, как после его уговоров София лазила по деревьям или они вместе переходили по камушкам широкий ручей. «Вот так и учатся летать». Я понимала, что отец прав и боролась с желанием относиться к Софии как к маленькому ребенку. К тому же замечала, что она буквально расцветала после каждого приключения. И обожала, когда с ней обращались как с большой девочкой. Катя сразу это поняла, и они быстро привязались друг к другу. Способность Софии приспосабливаться к переменам, особенно в людях, продолжает развиваться. Отсюда и мое облегчение, когда Катя попросила остаться. Я боялась последствий ее ухода. Катя внезапно уехала в июне, лишь через несколько недель после своей просьбы остаться у нас, когда я только-только начала расслабляться. Лицо ее было в красных пятнах и блестело от слез. Катя торопливо собирала вещи, швыряя в чемодан одежду и чуть-чуть влажную после сушилки. Что-нибудь с бойфрендом? Она отводила взгляд. Или я что-то не так сказала? Я сейчас же уезжаю! Вот и все, что Катя сказала. Прошу тебя, что бы то ни было, давай это обсудим. Катя замялась, и тут я заметила, что она покосилась на Адама. В глазах у нее мелькали обида и боль, а я едва успела повернуться, чтобы увидеть, как Адам покачал головой, словно молча велел ей что-то. Что происходит? Спросила я. Адам как-то пошутил, что в случае размолвки между Катей и мной ему придется встать на сторону более молодой женщины. «Не так-то легко найти замену хорошей няни», произнес он. «Забавно. Только не говори, что не поступила бы так же». Я притворно скорчила гримасу. «Ну и что?» спросила я. Они поругались. Это ясно. Но из-за чего? Из общих точек соприкосновения у них была только София, если не считать детективных драм, которые Адам обожал, а я терпеть не могла. Лишь они могли заставить Катю выйти из своей комнаты субботним вечером. Если я не работала, то вместо сидения перед телевизором отправлялась на пробежку и возвращалась, одолев 10 километров как раз к последним титрам и окончанию их обмена критическими замечаниями. Но из-за детективных драм никто не ругается. «Его спросите!» резко бросила Катя, и я единственный раз увидела ее не в радостном настроении. Снаружи погудела машина, ее такси до аэропорта, и Катя, наконец, посмотрела мне в лицо. «Вы прекрасная женщина! Вы не заслуживаете подобного!» Внутри у меня что-то раскололось, будто треснул ледок на краю замерзшего озера. Мне захотелось шагнуть назад, чтобы лед сомкнулся, но было слишком поздно. Когда Катя ушла, я повернулась к Адаму. «Ну?» «Что «ну?»» отрывисто бросил он, словно мой вопрос, и само мое присутствие раздражало его, как будто я во всем виновата. Я сосредоточилась на взгляде, которым они обменялись, на красных от слез глазах Кати и ее скрытом предостережении. «Вы не заслуживаете подобного!» «Адам, я же не дура! Что происходит? С кем?» И снова еле слышно тьфу, прежде чем он откликнулся, словно голова Адама была занята другим, чем-то более серьезным, а я отвлекла его на всякие пустяки. «С Катей!» ответила я так, как иногда общаются с иностранцами. Я испытала ощущение, будто вторглась в чужую жизнь, словно этот разговор из тех, которые раньше мне никогда не нужно было заводить, о каких я и не думала. Когда Адам отвернулся, чтобы заняться чем-то совершенно ненужным, я заметила, как его шея покраснела. Истина явилась мне, будто ответ на вопрос в кроссворде после того, как газету выбросили. Из моих губ сорвались слова, которые мне не хотелось произносить. «Ты спал с ней?» «Нет, господи, нет, боже мой, майна! Ты именно это подумала?» Раньше Адам не давал мне даже малейшего повода для подозрений. Он любил меня. Я любила его. Я изо всех сил старалась говорить ровным тоном. «А что мне еще остается думать? Между вами явно что-то произошло». Катя по всей кухне разбросала разноцветную глину для лепки. Я на нее наорал. Она приняла это близко к сердцу. «Вот и все!» Я глядела на Адама и слушала его неуклюжее, откровенное вранье. «Ты мог бы, по крайней мере, сочинить нечто более правдоподобное. Нежелание Адама напрячься и придумать убедительную отмазку причиняло почти такую же боль, как и его вранье». «Неужели я так мало для него значила?» С отъездом Кате наша семья дала трещину. София пришла в ярость, и горечь от внезапной потери подруги выразилась в разбитых игрушках и изорванных картинках. Она винила во всем меня по той лишь причине, что именно я все ей рассказала, и мне понадобилось мобилизовать силу духа, чтобы не объяснять дочери, что виноват Адам. Мы с ним ходили кругами. Я колючая и резкая, он молчаливый и полный напускного негодования, нацеленного на то, чтобы заставить меня засомневаться. Я держалась стойко. Если Катя была своего рода кроссвордом, то теперь, разгадав его, я поняла, что ответы лежали на поверхности. Многие месяцы Адам уклончиво отвечал, когда именно у него выходные. И был весьма осторожен с телефоном, беря его с собой в ванную, если принимал душ. Я была круглой дурой, что ни о чем не догадалась гораздо раньше. «Вверх по склону», произносит София. «Потом церковь, затем...» Я слишком поздно сжимаю руку. Пальчики дочери выскальзывают из моей ладони. Ноги ее разъезжаются в стороны, и она стукается затылком на тротуар. Глаза Софии испуганно расширяются, потом сужаются, когда она соображает, как ей больно, страшно и неловко. Бросив сумку, я быстро подхватываю ее на руки, в торопях налетев нашедшего в противоположном направлении мужчину. «Опля!» «Вставай-ка на ножки!» Говорю я нетерпящим возражения тоном. София смотрит на меня. Ее нижняя губа дрожит, а темные глаза впиваются в меня в поисках ответа, насколько сильно она упала. Я улыбаюсь, убеждая дочь, что ничего страшного не случилось, и задираю голову, чтобы отыскать облака силуэты. «Видишь собаку?» Она встает на лапы. «Голову видишь?» «Вон там!» «А хвост?» София не заплачет. Она никогда не плачет. Вместо этого дочь злится, и ее непонятные крики означают, что виновата я. Всегда я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова